Ну а сейчас о главных темах выпуска более подробно. Сегодня во второй школе прошло торжественное открытие двух мемориальных досок и выпускника. Герою Советского Союза Ивану Сергеевичу Житкову и герою социалистического труда Александру Павловичу Еремину. В почетном карауле у мемориальных досок ученики Пушкинской школы, участники военно-патриотического клуба «Патриот». В числе гостей – родственники героев, ветераны педагогического труда школы, представители управления образования и районной администрации. Мемориальную доску герою Советского Союза Ивану Сергеевичу Житкову открыл 11-классник Никита Варнавский. Мемориальную доску герою социалистического труда Александру Павловичу Еремину, его внук, также 11-классник Александр Еремин. Так получилось, что один завоевывал мир, другой потом восстанавливал страну. Мир и труд шли рядом. Нашими молодыми депутатами на одной из последних сессий было принято решение каждой школе, каждому, может быть, детскому саду, каждой новой улице дать имена тех героев, которые не только в годы Вадикой Отечественной и не только в локальных войнах могли показать свою храбрость, но в то же время те герои, которые сегодня рядом с нами шагают и показывают своим примером, как строится Белореченск, как он живет и как он преображается. Иван Сергеевич Житков родом из Белореченской. В августе 1942-го был направлен на Сталинградский фронт. Участвовал в боях за освобождение Украины и Польши. Мужество, отвагу и героизм проявили солдаты под командованием младшего лейтенанта Житкова при форсировании реки Одер. Находчивость и решимость командира дали возможность закрепиться взводу на западном берегу реки и выдержать 15 атак. Он ушел забороводцем на фронт, окончив 8 классов этой школы. Когда он вернулся героем Советского Союза, он закончил среднюю школу, закончил институт, работал. Он никогда о своем героизме, о своих подвигах абсолютно не говорил. Он только говорил ребятам, как нужно жить, что нужно делать. Александр Павлович Еремин тоже белореченец. После окончания нефтяного училища работал на буровых скважинах Краснодарского края. Потом разрабатывал нефтяные месторождения на казахском полуострове Мангышлак. После 30 лет работы в Казахстане вернулся в родной Белореченск. В 1981 году за перевыполнение пятилетки представлен к званию Героя социалистического труда. Имеет ордена и медали за труд. Позвольте мне выразить глубокую признательность в этот памятник для нас. День за то, что сохраняются традиции. Сохраняются традиции в этой школе, в городе Белореченске и во всем Белореченском районе. Героями не рождаются. Героями становятся. И во многом это зависит от того, где жил, воспитывался и учился человек, где получил уроки любви к своей родине и труду. Побеждает та страна, где не только сильные танки, самолеты, значит, другое оружие, а там, где сильные люди. А сильные люди воспитываются в школе. Я скажу, что вашей школе и вам, всем, которые и здесь учились, и которые учатся, есть чем гордиться. Школа выпустила и выпускает настоящих патриотов нашей родины. Татьяна Шуляцкая, Артем Кузьмин. События и люди.